Приветствую вас. Вы знаете аноним, я думаю, что здесь ситуация на таком достаточно глобальном уровне в том, что ваш муж по факту просто отвергаливает вам ваше отношение к себе. То есть, когда человек относится к вам так, как бы описывается, это свидетельствует о том, что в целом мужчина вас не очень-то ценит, не очень-то уважает, не очень-то он вас как-то вообще считает равной себе. Вот. И соответственно, как бы он видит себя выше, главнее вас. Вот. Он к вам не прислушивается, он вас не слышит, он не заботится о ваших чувствах и он вообще не настроен на такой более-менее конструктивный диалог. И на мой взгляд, на мой взгляд, это связано исключительно с тем, что вы к себе относитесь так же. То есть, вы себя недооцениваете. Вы считаете себя ниже мужа. Вы не отстаиваете свои интересы. Вы не относитесь к себе с самоуважением. Вот. И вы не берете на себя личную ответственность за то, что происходит в вашей жизни. В вашем браке в том числе. То есть, вы говорите, что... Вот. Давайте мы сейчас с вами разберемся. Значит. С пятницы по вчерашний день мужики страны ко мне относятся... Немного пренебрежительно. Меня это начало тревожит. Я очень мнительный. Вы понимаете, вы здесь свою мнительность... Вот тот факт, что вы мнительные... Преподносите так, как будто это... Ну, что-то такое объективное. Что-то такое вот нормальное. Что-то такое... Что можно использовать, как... Некую константу, скажем так. Но... На самом деле это... Это не так. Потому что... Это не константа. Это проблема. То, что вы мнительны. И... Проблема эта связана с тем, что вы не слышите своих чувств. Вы не прислушиваетесь к своим чувствам. Вы не... Прислушиваетесь к тому, что вы ощущаете. Вы не прислушиваетесь к тому, что вам важно. И... Оттуда возникает, собственно говоря, тревожность. То есть, тревожность это... Вследствие того, что вы... А... Не находитесь в полном... Условно говоря... Контакте... Со своими чувствами... Со своими переживаниями. Со своими эмоциями. Вы не доверяете себе. А... Человек, который не доверяет себе, Избытывает тревогу, потому что... А... А... Доверие... Он пытается найти в... Другом... Человеке. И... В данном случае, вы это делаете через своего мужа. То есть, через своего мужа, вы пытаетесь... А... Обрести вот тот вот... А... Баланс... Ту... Опору... Которых... А... У вас нет. Самой по себе. Потому что вы своим чувствам, опять же, не доверяете. А... Из этого вытекает... Момент... Что... Многие вещи вы принимаете на свой счет. Вот, например... Муж относится к вам пренебрежительно, Вы... Вы сразу восприняли это на свой счет. То есть, это именно к вам он... Относится пренебрежительно. Вы не допускаете, что... Эээ... Ситуация, возможно, и иная. Что... Мужа просто что-то тревожит. И... Пренебрежение к вам это следствие. Это следствие этого. Даже если... Предположить, что у мужа чувства к вам прошли. Это никак не характеризует вас. Это никак не... Ммм... Вы не понимаете о себе. Своей собственной уверенности в себе. Вас корейцева нет. Вот. Значит... А... С пятницы по... Вчерашний день. Это вы имеете в виду с пятницы по понедельник. Три дня. Три дня. Почему три дня вас так волноват? Что здесь? Страхи. Неуверенность в себе. Ревность. Что? Но в любом случае аноним это ваше противоречие. К мужу отношения не имеющие. Да. Мы... Эм... Поведение мужчины всколыхнуло в вас. Именно всколыхнуло в вас. Те конфликты, которые, вероятно, были. Были, вероятно, раньше. Да. Но... Эти конфликты ваши. Не мужа. И мужа ни при чем. Разобраться в нужном себе. Да. Эм... За несколько дней до выходных объявилась его бывшая жена, которая собирается приехать в наш город и съездить, получается, к бывшей свекровой в гости. И что? Мне не нравится вся эта ситуация. Чем? Муж молчит, не нравится, говорит, что она звонит, говорит, что так не делается. Как именно не делается? Это... Ну... Что именно? О чем идет речь? Эм... Муж развелся с ней из-за измены с ее стороны задолго до меня. Угу. Но вы, суть по всему, бывшую жену воспринимаете страну как угрозу. По-прежнему. Я начала спрашивать у мужа, что чувствую какое-то напряжение между нами. С чем это связано? Нет. 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 Вы не... Вы не... Вы не... Вот мы здесь... Происходит размытие ответственность. Размывание ее. Вы чувствуете напряжение только потому, что некое ваше желание, направленное на мужа, не удовлетворяется мужем. Из-за этого у вас, значит, возникает ощущение, что вам что-то угрозит. Понимаете? То есть, вам как бы постоянно нужно... Ммм... Нужны какие-то доказательства, например, из того, что вы любимый, что вы важный человек. А сами в себе... В это... В это... Вы не уверены. Сами... Что с этим делать? Вы не знаете. Как самостоятельно обеспечить себя тем, что вы иногда... Чем-то вы хотите получить от мужа. Вы не знаете. И напряжение связано с тем, что у мужа проблемы. А вы себя чувствуете обделенной. То есть, проблемы мужа какие-то там, неважно. Может быть, у него травма осталась непролеченная, например. Вот... Что... Измена... Измена партнера это... Вот... Это травма. И развод это тоже травма. Для некоторых людей. И что мужа действительно может быть неприятно. Что он еще не прожил вот эту травму. Что... Они развелись. Он... Он с вами. Но... Травма, например, непролеченная. Она по-преднему болит. И человек... Поэтому так реагирует. Очень тяжело видеть женщину, которая... Например. Которые у него... У него когда-то были чувства. И она ему изменилась. То есть, она... Она... В прошлом. Но все равно больно. Если это не было проразито, проработано. Понимаете? Но вы... А... Вы... Как бы... Аммм... Тянете одеяло на себя. Я вас не обвиняю в том, что вы это делаете. Я просто говорю о том, что... За вашим поведением есть причины. То есть, за... Ээээ... Тем поведением, которое вы продвигаете. А именно... Именно перетягивание одеяла на себя. И попытка привлечь внимание мужа к себе. То есть, игнорирование его переживаний. Стоят ваши желания. Неудовлетворенные, зависимые от мужа. И вот с... И вот с этим нужно работать. Работать нужно вам. Без мужа. Так. Эээ... Дальше. Ммм... Он ответил. Не нравится. Беги от меня. Ищи другого. Давай разводиться. Ну, тут вы как-то вот не описываете, как именно развивалась ваша ссора. Почему вы говорили на повышенной ханах. Почему вы орали друг на друга. Опять же. Опять же. Орали друг на друга. Вот. Что это значит? Орали друг на друг. Орали вы, аноним. И орал ваш муж. Это правда. Но у каждого из вас есть ответственность за то, что он вел себя именно так. Так давайте мы с вами, раз уж вы обратились к нам, возьмем ответственность за то, что вы, именно вы, орали на мужа. Не обвинять вас. Не критиковать. Не говорить, что вы правы или нет. А просто взять ответственность. И посмотреть, почему именно вы, начали орать на мужа. Почему именно у вас и только у вас возникли эти переживания. И с чем они были связаны. Также я рекомендую вам почитать про психологическую игру скандал. Она есть в интернете. Идите ее просто, ну, как полезная информация. Так, мне стало обидно. От чего? Смотрите. Обида это ожидание. Вы переложили на мужа свои ожидания. То есть у вас были некие, некие ожидания. Муж этот ожидание не оправдал. И вы, вам обидно стало, что он их не оправдал. Вот только вопрос, а почему он должен их оправдывать? Почему он должен их оправдывать? Почему вы сами не отвечаете за то, чего хотите? Это важно. Дальше. Так, я сказал, что только трусы так поступают, не решают проблему, а разбегаются. Ну, по сути, это обвинение. По сути, это обвинение и оскорбление. Ну. То есть, опять же, это перекладывание ответственности, да? То есть, ну, мужчина, он, может, вел себя не очень правильно, но это его выбор, как бы. А вы, не отдавая себе отчет, что хотите вы и что делаете вы, и что чувствуете вы, обиды это не чувство, то вы просто начали обвинять другого человека. Он отвернулся от меня, я со злости повернул его, на что вызвалились. Он что-то уронил, я уже не помню. За это, он тоже из силы ударов у меня по уху и по щеке получилось. Ну, здесь, конечно, есть аффект. Ну, физически, физически. А здесь, и с вашей стороны, и с его стороны, вот. То есть, наверное, нельзя назваться прям таким вот насилием, да? Рукоприкладным, потому что, по сути, вы проигнорировали запретение вашего мужика, да? Он отвернулся. Вы сам-то сами нарвались. Вот. Нарывались, точнее. И я бы сказал, что здесь присутствует музыхистическое поведение. То есть, вы хотели привлечь внимание мужика хоть так. То есть, вам хотелось привлечь его внимание хоть так. И для вас вот это вот его действие, да? Удар, это, по сути, ну, тоже внимание. По крайней мере, теперь вы видите, что вы для него важнее, раз он вас ударил. Вот музыхистическое поведение связано с тем, что человек от страдания получает определенное удовольствие. И постоянно стремится к нему, потому что считает, что это единственное, что он достоин, и единственный способ получить то, что ему нужно. А именно, внимание. Дальше. Значит. Я начала плакать, наврить от боли и унижения. Я могу вас здесь понять, но мне кажется, что все это был некий определенный сценарий. Потому что, от какой боли и унижения вы плачете, если муж отвернулся, вы сами со злости его к себе развернули. Вы сами начали его оскорблять, сами начали его унижать. То есть, типа, ему не больно, и он не чувствует себя униженным, когда вы называете его трусом. Понимаете? То есть, как бы, здесь, здесь, опять же, вы не желаете принять личную ответственность за то, что случилось. Да, я понимаю, что это может быть немного жестоко, то, что я говорю, но выглядит все именно так. И я не оправдываю вашего мужа, который вас ударил. Я не считаю, что он должен был так делать. Я не считаю, что это приемлемо и допустимо, поднимать руку на женщину со стороны мужчины. Но, во-первых, есть состояние аффекта. Во-вторых, человек вас предупреждал, он отвернулся. В-третьих, вы, применяя физическую силу сами к человеку, ну, по сути, разрешаете ему физически вам отвечать. А в момент аффекта, человек может не соображать, что он делает. И ваши слезы от боли и унижения, это, по сути, не желание принимать ответственность за то, что вы сами это сделали. А вы можете назвать это действие неприемлемым. Вы можете сказать мне мужчине, что неприемлемо, что мой вот мужчина, там, поднимает на меня руку. Это да. Это, 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 это окей. Это правильно. Это справедливо. Но, от боли и унижения, за что вы плачете, это, на самом деле, только ваше нежелание принимать личную ответственность за то, что произошло. Недостаток вашего личностного роста, если угодно. Вот. Потому что боль, это потенциал развития, ну, а унижение, это вы себя унижаете. Никто не может унижать другого человека. Так, мы продолжаем еще больше орать, что бигет, но ничего хорошего у них не будет у нас. Ну, это, по сути, уже невозможность остановиться. Странный, странный человек, да. А, я просто стал уговаривать к его помириться, потому что ненавижу быть в конфликте. Ну, с этим тоже нужно поработать. Почему вы ненавидите быть в конфликте? С этим нужно разобраться. Это не как на это константа, она не то, что вы ненавидите быть в конфликте. Это то, с чем нужно работать. Это то, что определяет ваше текущее состояние отношений в раке. Понимаете? Если поработать с мнительностью, со страхом конфликта, то ситуация больше не повторится. Возможно, с этим мужчиной вы не будете, но сможете построить счастливые отношения. Понимаете? Но пока вы относитесь к себе, так? Пока вы относитесь к своим проблемам как к чему-то нормальному, к чему-то такому константному, я боюсь, что дела не будет. Дальше. Так. Он сказал, что смысла нет, теперь все будет уже хуже, мы женаты четыре года. Как правильно нужно было поступать, я не знал. Поступать, чтобы что? Какая цель? Цель какая? Нужно было оскорбиться или еще как? Ну, понимаете, оскорбиться, это, ну, оскорбление не происходит по нужде. Человек либо чувствует себя оскорбленным, либо нет. Но это крайне деструктивное поведение. А в некотором смысле, вы правы, что правильно сделали, что не оскорбились. В некотором смысле. Насчет ничего хорошего не принесло бы. Но показать мужу, что для вас такое поведение неприемлемо, у вас не вышло, потому что вы стали сами же уговаривать его помириться. Преследуя, опять же, свои собственные цели. И высказывая ему зависимость от него. Высказывая мужу зависимость от него. Тем самым принижая себя еще больше. И позволяя ему в будущем вести себя точно так. Для подавления вас. Почему я, когда-таки, говорил про отзеркаливание. Ну, отзеркаливание отношения к себе, вашим мужем. Так, ну, он сказал, что я сама виновата. Сказать надо знать, когда спрашивать можно, а когда нет. Ну, опять же, отчасти здесь какая-то доля правды есть. Мне действительно нужно знать, когда остановиться и не трогать человек. У вас этого нет. То есть, вы не останавливаетесь. И опять же, связано это с тем, что вас это задевает лично. Эта ситуация задевает вас лично. И это с этим нужно работать. Чтобы подобные эксцессы вас не задевали. Чтобы вы позволяли человеку как-то вот пережить какой-то свой кризис и не провоцировали его. Так, эмммм. Такая история. Я не чувствовал себя виноватой, но он все перевернул, оставив украины меня. А как теперь быть, я не знаю. Как быть, чтобы что? Для чего вам его извинения надо? Зачем? Подумайте, пожалуйста, над этими вопросами. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжаем.